Свежая выпечка запахнет иначе и вряд ли это кому-то понравится. Новая разновидность коронавируса стелс-омикрон захватила Красноярский край. По данным Роспотребнадзора, в подавляющем числе проб выявляют именно этот штамм. В ведомстве отмечают, это не значит, что он так быстро распространился. Первые случаи начали выявлять еще две недели назад, когда о них предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он сообщил, что новый штамм разносится еще быстрее, чем обычный омикрон, и чаще поражает детей и подростков. А сейчас инфекционисты уже отмечают, он будет гораздо неприятнее своего предшественника. Управлением Роспотребнадзора еженедельно проводится мониторинг за циркуляцией штаммов коронавирусной инфекции на территории Красноярского края. Так, полученные результаты за прошедшую неделю показали, что в более чем в 70% проб, по которым было проведено полногеномное секвенирование, выявлен штамм линии БА2, так называемый стелс-омикрон. При стелс-омикроне более часто отмечается фибрильная лихорадка, надсадный, мучительный, частый кашель. В третих случаях отмечаются диспептические расстройства, то есть рвота диарейный синдром, иногда обезвоживание, неврологическая симптоматика, головные боли, остенизация, извращение вкуса и обоняния. То есть в этом плане омикрон стелс вернулся к корням. При уханьском штамме достаточно часто регистрировалась анасмия, это считалось патогномоничным симптомом, то есть отсутствие обоняния. При стелс-омикроне регистрируется чаще извращение обоняния и вкуса в сторону превалирования неприятных запахов. Однако пока говорить об опасности штамма для юных жителей края не приходится. В детской инфекционной больнице сейчас ни одного пациента. Под наблюдением лишь 4 зараженных, но и те проходят амбулаторное лечение. Сейчас единственная в городе красная зона для этой категории больных – 20-я больница, но и там пациентов не так много. В педиатрическом стационаре лечатся пятеро ребятишек. Их состояние оценивается как средней тяжести. На ВЛ в реанимации нет ни одного человека. И пока медики затрудняются с ответом. Насколько устойчив к новому штамму иммунитет тех, кто переболел обычным омикроном? В любом случае коронавирус в анамнезе не гарантирует, что вы избежите заражения новым штаммом. Поэтому маски и вакцинация остаются главными профилактическими мерами.